МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оценка или наценка? Споры вокруг изменения кадастровой стоимости земли не утихают в Дагестане. Подключились к дискуссии народные избранники. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До конца года главная площадь столицы обретет новое лицо. Проектировщики обещают, что после дождя она уже не будет напоминать Венецию. Как говорится, поживем-увидим. Перед тем, как сесть за руль, проверить долги. А то можно домой пешком отправиться. О должниках на дорогах в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ и я, Мурад Ахмедов. На восстановление сгоревшего жилья погорельцы из села Тисиахитли получат долгожданную помощь. Об этом стало известно во время рабочей поездки главы Дагестана Владимира Васильева в Цумадинский район республики. Напомним, что в марте этого года в селе в результате пожара пострадали десятки домов. В ходе беседы с местными жителями глава региона сообщил, что благодаря поддержке руководства страны все погорельцы получат дополнительные средства, которые будут выплачены уже в этом году. Сегодня выделено из федерального бюджета 3-4 миллиона 103 тысячи рублей. Погорельцы. Это, опять же, поручение президента. Обычно такие деньги не выделяются. То есть ограничивается помощью, которую мы оказали из нашего бюджета, полтора миллиона. Мы ее ясно по закону выделили, там расчеты есть. Все понятно. А то, что там люди собрали дополнительно, это еще. А вот теперь состоялось решение, выделенное из бюджета деньги из 3-4 миллиона 103 тысячи рублей. Тем временем Дагестан занял последнее место в России по доступности жилья. Об этом говорят результаты исследований агентства Реорейтинг. Аналитики оценивали, в каких регионах доступнее всего арендуемое жилье. Расчет делался для среднестатистической семьи с двумя детьми. Южные регионы, в том числе наша республика, расположились в осте списка и возглавили антирейтинг. Только 17% дагестанцев могут позволить себе аренду жилья. Эксперты объясняют это высокой безработицей и занятостью большей части населения на низкооплачиваемых работах. Опасения, реалии и пути совершенствования. Под таким названием прошел очередной круглый стол по вопросам государственной кадастровой оценки в республике. В обсуждении приняли участие чиновники, депутаты Народного собрания и представители общественности. Профильный министр Агарим Кагиргаджиев доложил о предварительных итогах проведенной работы. Он напомнил, что государственная кадастровая оценка сегодня идет по всей стране. В Дагестане уточнение кадастровой стоимости проводилось еще с 2013 года, после чего эта работа была приостановлена. По мнению чиновника, за это время цифры кадастровой оценки в республике устарели. В комиссию, которая будет работать при Минном обществе, мы собираем экспертов, действительно, людей, которые разбираются. Собираем и, естественно, будем рассматривать все абсолютно предложения от всех абсолютно заинтересованных, в том числе и общественных организаций. Но, единственное, я скажу так. Пожалуйста, предлагайте реальных людей, которые специалисты... Депутаты, в свою очередь, поинтересовались, как сейчас проходит процесс кадастровой оценки. И указали на системные, по их мнению, ошибки, которые отмечаются при проведении данных работ. Продолжается реконструкция центральной площади Махачкалы. Накануне мэр столицы Салман Дадаев вместе с главой Республиканского комитета по архитектуре Назиром Гусейновым проверили, как идут ремонтные работы. Алина Багилова расскажет подробнее. Ремонт площади перешел в активную фазу. Уже заменено больше 300 метров водостока. Около 2000 метров кабеля установлено освещение, а также созданы уклоны для отвода воды. Работа по реконструкции идет в круглосуточном режиме. Бригады строителей работают по смену. По словам главы города, самый сложный этап уже позади. 50% работ здесь уже выполнено, потому что большая часть это подготовительная работа. Очень важная работа в части укладки бетонной подушки под дорожное покрытие, для того, чтобы имела возможность проходить специальная техника, в том числе и во время проведения парадов. И сейчас остались поверхностные работы, а именно укладка брусчатки и укладка гранита. Я думаю, в течение месяца мы улучшимся в эту работу. После ремонта по замыслу авторов проекта, площадь должна стать любимым местом отдыха, как для махачкалинцев, так и для гостей столицы. Поэтому контроль за ходом реконструкции идет постоянный. Бывают дня, когда мы не проходим, не смотрим, не являем какие-то вопросы, замечания, которые нас волнуют для того, чтобы их подправить. Мы даем рекомендации по поводу увеличения количества техники. На сегодняшний момент здесь, естественно, очень большое количество техники, а именно это один большой фронтальный подвижщик, два малых фронтальных подвижщика, четыре эскаватора. Каждый день приходит большое количество фур из разных уголков России, с мрамором, с гранитом, брусчаткой и другим строительным материалом. Реконструкция должна быть завершена до конца этого года. Судя по темпам ремонтных работ, бригада строителей должна успеть все сделать в намеченные сроки. Если ничего не сорвется, то в Новый год на новой площади будет красоваться новая праздничная елка. Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Многие предприниматели Дагестана не исполняют требования закона о переходе на онлайн-кассу. Он вступил в силу еще в 2017 году, но за это время установили аппаратуру нового образца далеко не все. Сотрудники налоговой службы проводят разъяснительную работу и рейды по торговым точкам. Подробности у Патимат Ханаповой. Старая касса уже внезаконна. Владельцы торговых точек теперь должны установить аппараты нового типа. Налоговики советуют поторопиться. Сейчас рейды имеют разъяснительный характер. Однако затем в отношении незаконопослушных владельцев будут применены санкции. Мы вот пока ходим, не штрафуем. Наша задача именно донести до людей, объяснить, что есть требования такие по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и по применению КГТ. Поэтому это больше, но сейчас наша работа информационно-разъяснительный характер. Поэтому три месяца это уже большой срок, когда уже можно было привести свои документы в соответствии в порядок. Мы не штрафуем, но надеемся, что в ближайшее время все-таки придете в порядок. Во время рейда оказалось, что у некоторых нет кассового аппарата. Причины разные. Кто-то просто не знал, кто-то не успел. У нас совместное мероприятие, советское налоговое и управление. Вот мы сейчас хотим ваши документы тоже посмотреть. У меня нет с собой. А контрольная кассовая техника? Нет, потому что открылась только недавно. Ну а в чем проблема? У вас вообще документов нет? Нет, еще нет документов. Я сегодня просто не успела пойти на мой угол. Ну вот надо обязательно. Обязательно, потому что без регистрации никак нельзя. Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя и установим кассу. А когда? Когда по неделе? Ну вот на этой неделе я уже пойду. Давайте договоримся, мы будем регулярной частотой проводить эти мероприятия, рейды, чтобы мы к вам пришли повторно, чтобы у вас уже все было. Есть и те, кто имеют кассовые аппараты в наличии, но не применяют. В связи с этим налоговики призывают граждан требовать чеки при совершении покупок. Здесь в этой части хотелось бы обратиться ко всем жителям нашей республики, чтобы мы сейчас совместно с молодежными организациями реализуем такой проект «Чистый бизнес». Мы увлекаем наше население на контроль, на гражданский контроль по вопросу применения ККТ. То есть мы призываем граждан требовать кассовые чеки. Именно наличие кассового чека у гражданина любого является его защитой, его интересов в случае, если ему товар был продан низкого качества. Контрольный кассовый аппарат с подключением к интернету обязан иметь каждый предприниматель. Он позволяет оперативно отправлять данные о расчетах в налоговые органы. Таким образом, бизнес становится максимально прозрачным. Потомные рейды налоговые инспекторы будут проводить на постоянной основе. По тематике Анапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Остановка по требованию. Автомобилисты-должники на дорогах республики рискуют стать пешеходами. Представители службы судебных приставов, налоговые инспекции и сотрудники ТПС провели совместный рейд. К сожалению, несколько автомобилей пришлось арестовать за долги. Свидетелем дорожных баталий стал наш корреспондент Камиль Девятов. Долг платежом красен, а тех, кто избегает этой процедуры, ждет иная форма – конфискация имущества. За один только час на проспекте Петра Первого судебными приставами были арестованы два автомобиля злостных налогонеплательщиков. При проведении данных рейдовых мероприятий граждане имеют возможность оплатить не только задолженности по штрафам ГИБДД, налоговым платежам, но и по другим категориям исполнительных производств, в том числе платежей за топливную энергию, газовую энергию, электроэнергию, ну и, конечно же, кредитные платежи. Должников вылавливают прямо на дорогах. Работают приставы совместно с сотрудниками ГИБДД. Помогает им в этом система «Андромеда», которая с помощью камер из огромного потока автомобилей выявляет тех, у кого имеются задолженности. На данном участке мы проводим совместное мероприятие, рейдовое мероприятие с сотрудниками органов ДПС, судебными приставами, сотрудниками налоговыми службами. Выявляем налоговые нарушения, которые относятся к налоговым законодательствам должников. Рейды, проводимые сотрудниками Федеральной службы судебных приставов по взысканию задолженностей, будут проводиться регулярно, сообщают в Управлении. Камиль Девятов, Мусал Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Накануне мусульмане всего мира отметили день рождения пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего. Торжественный мавлид по этому поводу прошел в центральной джумам мечети Махачкалы. В нем приняли участие более 10 тысяч верующих. Хамза Нурмагомедов продолжит. Центральную мечеть Махачкалы почти день рождения пророка Мухаммада, саляллаху алейкум, съехались тысячи верующих со всей республики. И это неудивительно, ведь мусульмане твердо убеждены, посланник Божий – лучшее из творения. Маулида Наби начался с аятов священного Корана. Юный Хафи своим исполнением поразил аудиторию. Перед многочисленной публикой выступили богословы на примере жизни посланника Всевышнего. Они затронули такие насущные темы, как семейные ценности, взаимоотношения и поведение верующих в соцсетях. Жители нашей республики, чтобы ознакомились с сунной посланника Аллаху, саляллаху алейкум, чтобы максимально смогли скопировать образ пророка, саляллаху алейкум. Более основной целью в этом маджелесе – это собрать всех в одном месте, укрепить братские узы и подчеркнуть, что единство – это основная цель, по сути, всех предписаний нашей религии. Праздничный вечер сопровождался стихами маленьких детей и нашидами на национальных языках. Поздравить верующих пришли и муфти Дагестана, шейх Ахмад Афандия и министр по национальной политике и делам религии республики Энрик Муслимов. Пророк Мухаммад, мир и благословение Всевышнего Аллаха, он в своей жизни показал, как надо следовать, что надо у него брать. Он привел в эту жизнь учения, которые надо следовать. Он был примером для всех тех мусульман, для всего человечества, как себя надо вести проше по отношению к ближнему, по отношению к соседям, не кичиться то, что у тебя есть, вести себя проше в жизни. Дети, взрослые мужчины и женщины, более 10 тысяч верующих вместе восхваляли Господа и прославляли Его посланника. Это самый святой день для мусульман, сел земного шара. Это самый святой день для мусульман. Мы все мусульманы уважаем, любим и ценим до самого последнего дня жизни. Все пришли ради удовольствия Всевышнего Аллаха, во первую очередь, во вторую очередь уже от любви к пророку Мухаммаду. За мир во всем мире. С такой мольбой мусульмане Дагестана обратились к всемогущему в завершении торжественного мероприятия. Хамза Нурмагемедов, Мусас Алгиреев, Мурат Бигбарзов, Ислам Халиков, телеканал ННТ, Махачкала. Открытие сквера Шахида в Махачкале запланировано на весну 2020 года. Место будущего парка накануне осмотрел мэр столицы Салман Дадаев. Будущая мемориально-парковая зона появится на пересечении проспекта Акушинского с улицы Юсупова, где ранее располагалась сгоревшая школа-интернат для глухих детей. Аллея будет посвящена памяти убитых богословов и 28 детей, ставших жертвами пожара. Проект сквера предусматривает разноуровневый дизайн и разбивку на несколько зон. Памятную, где будет возведен сам мемориал, и досуговую, она будет поделена на зоны для тихого и активного отдыха. Кроме того, сквер будет обустроен с учетом потребностей маломобильных граждан. Салман Дадаев распорядился ускорить процесс разработки проекта и приступить к его реализации, чтобы уже весной состоялось открытие парка. На неделе отмечался Международный день слепых. Дата, призванная привлечь внимание людей к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. Так в Махачкале прошла выставка-ярмарка, приуроченная к этой дате, где свои работы представили воспитанники спецучреждений для незрячих. На мероприятии побывала и моя коллега Сумруд Гамидова. В этом зале те, для кого окружающий мир ограничен лишь четырьмя чувствами, исключая зрение. Они преодолевают трудности и помогают друг другу. Не секрет, у тех, кто ограничен в зрении, безгранична способность все краски окружающего мира чувствовать сердцем. 15-летний Шамиль поет и играет на музыкальных инструментах с шести лет. Говорит, что любимое занятие помогает ему расслабиться. В экспозиции были представлены сотни изделий детишек из разных районов республики. Эти дети, ничем не уступая обычным зрячим, сумели продемонстрировать на выставке подделки из самых разных жанров искусства. Здесь и картины, и вышивки, и вязания, и мягкие игрушки. Все сделано с любовью и большим мастерством. Когда начала ходить в школу, по урокам трудам я начала учиться и делать всякие подделки. А что больше всего? Ну, шить нравится и делать всякие подделки. Самому младшему участнику 8 лет, а самому старшему 64. Сережудин Геледов прославился на всю республику своими пандурами. В молодости любил играть на инструменте, теперь делает их сам. Сережудин признается, что увлечение приносит ему и дополнительный доход. Хоть чуть-чуть зарабатываю тоже. Продаем пандуры, чтобы на пенсии как прожить. Пять, шесть, восемь, смотря на пандур, продаем. Это тоже на месяц деньги, хоть на пять тысяч получу. Занятия творчеством ребятам просто необходимы. Ведь так у них развивается художественный потенциал. Кроме того, жизнерадостные работы заряжают окружающих позитивом и вдохновляют на новые свершения. У них огромный творческий потенциал. Далеко не все из нас имеют такие навыки, имеют такие возможности сделать вот такие поделки. И когда смотришь на их работы, то видишь их стремление через свою творческую интуицию, через такое позитивное отношение к жизни, как бы определить свой путь, выразить себя. Выставка продолжит свою работу до 27 ноября. Здесь посетители смогут не только познакомиться с творчеством незрячих авторов, но и приобрести их работы. Зумруд Гамидова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Бесплатную помощь детям с врожденными челюстно-лицевыми дефектами оказывают в Махачкале. На базе детской республиканской клинической больницы проходит благотворительная акция. Уже есть ребята, которые после помощи врачей могут улыбаться без стеснения. Подробности узнавали наши корреспонденты. Цель подобной акции – подарить детям с врожденными дефектами лица возможность красиво улыбаться и вести нормальную жизнь. И сделать качественную медицинскую помощь бесплатной и регулярной. В помощь специалистам больницы имени Кураева сформирована команда волонтеров благотворительного фонда операции «Улыбка». В составе 18 специалистов, включая челюстно-лицевых хирургов, детских анестезиологов, педиатров, операционных, палатных сестер и детского психолога. На самом деле этих детей надо видеть до операции. И когда через час, полтора, два часа, когда уже с операционного выносят ребенка, вот это совсем другой ребенок. Потому что после операции, на самом деле, у них другой облик лица. И от этого результата зависит их не будущее, скажем так. Чтобы они себя не чувствовали какие-то ушимленными. Это такая вот очень ювелирная, тонкая работа. Здесь это большая, колоссальная работа. Потому что каждый год я приезжаю в Дагестан, в Махачкале, я отбираю детей, составляю список. Потом в Чечне, в Ингушетии, в Осетии езжу по республикам, собираю детей, которые нуждаются именно нашей помощи. Благодаря качественным и вовремя проведенным операциям, эти дети получают шанс навсегда забыть о своем дефекте. И жить нормальной жизнью. Изначально поехали в Краснодар записываться на операцию ребенку. Родился у нас малыш с расщелиной губы и неба. Вот у нас фотография до. И поехали в Краснодар записываться на операцию. Там сидела девочка. Она уже у вас в Таганроге была на этой благотворительной акции. Она рассказала, что есть такой благотворительный фонд. Называется операция «Улыбка». Мы приехали сюда, нас прооперировали. Вообще низкий поклон всему медперсоналу, всем хирургам, медсестрам за их профессионализм, за их отношения внимательные. Детям с этими пороками медицинская помощь оказывается в Республиканской детской клинической больнице Махачкалы бесплатно на постоянной основе. Все операции наши бесплатные. Это государственные учреждения. Ни у одного больного никто вам не может сказать, что мы платно оперируем. Эта операция у нас бесплатная. Где-то 100-120 операций. На сегодняшний день за 9 месяцев мы выполнили операции. 87 операций данного типа. Благодаря тому, что акции операции «Улыбка» проходят во многих городах России, дети с врожденными дефектами лица могут получать помощь специалистов по челюстной лицевой хирургии в пределах своего региона. А вообще операция сложная, потому что при этой патологии у детей нарушается питание, дыхание. Они не могут кушать. Тут не только в улыбке дело, но еще и в функциях. В основном нарушается функция питания, потому что там аномалия такая, которая не позволяет нормально кушать ребенку. Ну и в дальнейшем, если вовремя не пооперировать, у ребенка будет очень плохая речь, непонятная. Поэтому лучше эту операцию делать примерно в свои сроки. Смысл этой акции ведь не только в том, что мы бесплатно оперируем детей, но еще и в том, что мы между собой общаемся и учимся. Потому что есть такая пословица, я говорю, и учись, и я проработал достаточное количество, лет 30, наверное, уже. Но все равно чувствую, что есть всегда постоянно все меняется, и новое появляется, и надо учиться друг у друга. Так, на базе республиканской больницы специалистами было проведено 18 операций. Всего планируется 46 операций по исправлению челюстно-лицевых аномалий лица у детей и подростков. И в продолжение медицинской темы. Проблема бесплодия в Дагестане стоит достаточно остро. В республике до 20% супружеских пар сталкиваются с трудностями в этом вопросе. Но бесплодие не приговор. Так считает и подтверждает на своей практике врач-уролог профессор Ахмед Азизов. Благодаря уникальной методике лечения, вот уже 30 лет врач дарит возможность познать радость материнства тогда, когда, казалось бы, уже нет никаких шансов на успех. Продолжение темы. Сюжет Хадижи Курбановой. Саид, делится своими предпочтениями в еде. Он один из самых маленьких домочадцев семьи Расуловых. Всего здесь 9 детей. А ведь было время, когда семейная пара не могла зачать и одного ребенка. Отчаяние и потеря надежды на радость отцовства одолевали Магомед Саида. Но до встречи с доктором Азизовым. Пять лет где-то вот так не получалось детей. И случайно я попал к Азизу, выписал мне лечение. Да, вот мы проходили это лечение, это как он выписал. И вот после этого в Москве же родился Магомед. И после него получилось у меня пять мальчиков, включая не уж шесть. И потом девочка, и вот сейчас жена в положении вторая. Вот он. Девять детей у нас. Да, девять. После посещения врача проблем с репродукцией не возникало. Многодетный отец с такому пополнению в семье безмерно рад. У него две жены, одна из которых беременна. Теперь он советует профессора Азизова всем, кто встречается с такой же проблемой. Так, в Кировауле это не единственная семья, обратившаяся за помощью в клинику уролога. У Сулеймана Магомедова четыре года не было детей. Обращался куда только можно. За решением проблемы ездил даже в Египет, но нашел ее только в родном Дагестане. Это для меня, конечно, был шок. Хвала Аллаху. После лечения, через месяц, у меня супруга забеременела. Это говорит, я говорю, от священного детей, что он дает детей. А я всего лишь причина этому. Мне это всего больше всего поразило, честно скажу вам. Первоначальное даже общение с этим человеком вселяет надежду, потому что видно, что этот человек от него каким-то позитивом несет и умеет успокаивать, умеет слушать. Ахмед Азизов – врач-уролог-андролог с 30-летним стажем работы. Принимает в Махачкале. В месяц к нему по проблемам бесплодия обращаются более 20 семейных пар. При этом каждая пятая семья, по его словам, в Дагестане сталкивается с трудностью зачатия. Раньше, считает врач, все эти сложности сводили к проблемам непосредственно в женщине, не рассматривая при этом мужское влияние. Однако роль мужчины ключевая, считает врач. Именно поэтому профессор ведет прием и рекомендует лечить обоих партнеров. Мужчина во всем мире становится слабее, особенно в плане фертильности, в плане плодовитости. И этот процесс происходит, конечно же, в том числе и в Дагестане. Прерывание беременности или невинашивание беременности в выкидышах. Мы винили только женщину, говорили, вот мужчина свое дело сделал, беременность достигнута, а дальше нести – это уже проблема женщины. Сейчас выясняется, что в выкидышах происходит и по вине мужчин. И этот процент 40-50% в выкидышах зависит от здоровья мужчины, от того, какая информация заложена в сперматозоидах, насколько они полноценные. Доктор медицинских наук, профессор, подходит к лечению с индивидуальной программой. Уникальность системы его подхода заключается в том, что врач умело совмещает медикаментозную форму лечения, народную медицину и физиотерапию. Но первоочередное здесь считает врач умение успокоить пациента, расслабить его и вселить надежду на выздоровление, даже тогда, когда, казалось бы, надежды нет. Люди, когда у них и год, и два, и пять, нет детей, они, естественно, серьезно нервничают. Они находятся в постоянном хроническом стрессе. И вот такое напряженное состояние нервной системы снижать иммунитет, снижают различные другие функции организма. И поэтому определенным образом оно является также одной из причин отсутствия беременности. И, конечно же, мы детально разговариваем как с супругом, так и с супругой, подбираем им различные методики психологической разгрузки. Статистика бездетных пар как в республике, так и по всей стране большая. В Дагестане до 20% супружеских пар не могут завести детей по состоянию здоровья. Затягивать с обращением к врачу в этом вопросе не стоит, считает Ахмед Азизов. Первые месяцы попыток зачатия проблема поддается лечению гораздо проще. В клинике представлены новейшие препараты. Кроме этого, на сегодняшний день ведется активное сотрудничество по обмену опытом с медицинскими компаниями других регионов страны. Сегодня клиника Ахмеда Пермакомедовича – это медицинский бренд региона, который вносит свой значительный вклад в развитие демографии Дагестана. Многие, кому он помог, в честь врача называют своих первенцев. Мне приятно, конечно, не столько, что моим именем назвали «мне приятно», но вообще, когда люди страдают, переживают, и у них появился первенец, это, конечно же, большое счастье. И ты чувствуешь, что ты не зря живешь на этом белом свете. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестанский мед признан лучшим в мире. На международном форуме, где приняли участие более 100 пчеловодов, наш земляк занял первое место. Пасеку он содержит в родном селе Ташкапурли Вашинского района. Как правильно ухаживать за пчелами, чтобы получить самый вкусный и полезный продукт, узнавали наши корреспонденты. С днем у нас начинается уже подготовка пчел к зиме. И это один из важнейших процессов. Нужно сократить гнездо, сделать вентиляцию и подкормки подсыпать. Пчелам должно быть комфортно в своем жилище. И все, закрываем обычным полстиком. И до весны уже мы не пробуем. Семья Курбанов занимается пчеловодством вот уже 17 лет. Начинали всего с двух улев, а сегодня на пасеке их более 100. Работа трудоемкая, зато полезная и на свежем воздухе. Пчеловодству Сирожин обучал всеопытных пасечников Дагестана и России. Теперь он сам делится знаниями и рассказывает, как добывать натуральный мед высочайшего качества. Здоровыми пчелы держать, чтобы хороший мед был. Их возить на медосборы, на другие разные медосборы. Почаще меняем места. Да, вот это секрет, то, что правильно ухаживать за пчелами. Самым вкусным и полезным считается мед в сотах. В них сохраняются все полезные свойства. Проверить качество можно по-разному. Например, струйка нектара не прерывается и складывается горкой. Но, как нам подсказали, лучше покупать лакомство у доверенных и знающих пчеловодов. Мы этого пчеловода знаем, как порядочного, честного пчеловода. Мы видим порядок у него на пасеке, чистота, вовремя проводит обработки. Постоянно он летом ищет новые места, где обильный медосбор, богатый медоносами. И вот результат. На международном форуме «Левашинский мед молочай» признали лучшим в этом сезоне. Он проходил в нашей республике в начале октября. Химический анализ в Москве подтвердил высокое качество нектара. Эксперты объясняют – это благодаря чистой экологии в горах Дагестана. Хамзанур Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Ташкапур, Левашинский район. И в завершение о спорте. Турнир по вольной борьбе прошел накануне в Левашинском районе. Спортсмены боролись за главный трофей – кубок Цудахара. О результатах соревнований расскажут мои коллеги. Настрой у юных борцов боевой. Желание победить выше любого волнения. Маленькие спортсмены на данном турнире показывают все свое мастерство. И, конечно, приобретают большой соревновательный опыт. Турнир по вольной борьбе, проводимый в селе Цудахар, собрал 100 ребят-вольников. Цудахарцы очень поддержали сразу, как проявили инициативу. И Цудахарцы, видно, соскучились. Давно не было у нас соревнований таких. И сейчас мы хотим каждый год именно кубок Цудахара организовывать соревнования. И другие тоже, помимо этих, будем, иншаллах, организовывать. Цудахарцы участвуют все со всех поселковых советов. Сельсоветы там Кареканали, значит, Кучи, Полюберна, Цудахар и многие другие ребята. Я думаю, что это даст старт. Мы думаем, что включим его в календарь эспубликанский на уровне, чтобы мы его ежегодно могли проводить и радовать наших ребятишек. Конечно, может, Цудахар сегодня не славится такими взрослыми или прочим, но юноши здесь прекрасные, которые могут в любое время пополнить копилку сборной. Для сельских мальчишек вольная борьба – это не просто спорт. Борьба – одно из самых главных увлечений. Сейчас молодые спортсмены становятся на тот самый путь, который придет их большим победам. Кубок Цудахара проводится впервые. Гости турнира оценили организацию спортивного события на высоком уровне. Возможно, в ближайшем будущем соревновательный календарь пополнится еще одним борцовским турниром. Спонсорам, которые оказали спонсорскую помощь, организаторам большое спасибо. И чтобы почаще проводить вот такие мероприятия, спортивные, по вольной борьбе, чтобы заинтересовать нашу молодежь, детей, подрастающих поколений к этому виду спорта, чтобы занимались серьезно. Главное основное воспитание сегодня в Дагестане проходит через спорт. И развивает детский спорт, начиная с этого периода, если мы будем оказывать внимание детям, поддерживать ее, я думаю, что мы добьемся много лучше. Чтобы дети могли какие-то турниры выигрывать. Поэтому давно готовились к этому. И вот сегодня завершился этот день, приехали, вот сейчас соревнуются дети наши. Всех победителей призеров республиканского турнира по вольной борьбе Кубок Цудахара ждали ценные призы, медали, а также Кубки Победителей. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Цудахар. И это все, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья.